МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хотя мы вас достаточно долгое время приглашаем, но вы в Оренбурге бываете редко. Потому что вся своя деятельность в Бузулуке. Сколько времени вы уже занимаетесь проектом Томсуэрфест? Потому что знаю, что слава о нем и разговоры о нем уже за пределы Оренбургской области вышли достаточно давно. У нас в Бузулуке уже пятый год будет. Вот этот год будет пятый юбилейный Томсуэрфест. Мы четыре дома восстановили. И в этом году, если повезет, будем восстанавливать шестой. А если не совсем повезет, то будем довосстанавливать тот дом, который был в том году, прошлого года. То есть, получается, за сезон вы можете и не успеть, да, один дом восстановить? Да. В этом году... Раньше мы делали только фасады. Мы убрали, восстанавливали фасад. В этом году мы пошли дальше. Мы сделали фасад, лицевую часть, боковую часть. Восстановили детали, декор. И мы сделали новую дверь. В этом году надеемся на крышу решиться. Надеемся получить грант, помощь от всяких благотворительных фондов. И еще одну стену, последнюю, завершить. И если совсем повезет еще, то сделаем крылечко под ним. То есть, уже такие общестроительные работы будут. Как вы участвуете в грантах, в какой-то поддержке? Вы, получается, зарегистрированы на территории Бузулука как отдельной, да? Или от общего движения российского вы подаетесь? От общего движения. В этом году уже 42 или 43 города будет томсойровских по всей стране. И даже есть один каракол, по-моему. Это то ли Киргизстан, то ли, не помню, честно говоря, какой город. Но уже за границей. Мы, да, томсойр фест Бузулук, третий город, который присоединился к этой акции. И так как мы уже работаем давно везде, у нас каждым годом, слава богу, все больше и больше партнеров, которые нам помогают. И мы уже третий год тесно сотрудничаем с фондом Ильи Варламова, фонд «Внимание». В прошлом году к нам приезжал представитель фонда. И в этом году снова приедет представитель фонда. Слава про Бузулук, да. Между собой они разносят. И мы очень хотим... То есть они информационные на себя берут составляющие, но они финансовые в том числе вам поддерживают. Финансовые, да. Финансовые. Они приезжают, просто им интересно. Все сотрудники фонда – это фанаты архитектуры просто, которые от мозга костей и до кончиков пальцев любят вообще все. Девушка, которая приедет, она специализируется на окнах. Приедет, будет смотреть старые окошки и наши домики. То есть они приедут, смотрят, оценивают, каждый раз говорят, давайте это сделаем, давайте то сделаем. И собирают деньги для нас. Чтобы наши телезрители понимали, да, потому что, наверное, многие в Бузулуке, может быть, не были, там, или проездом, или как-то просто не обращают часто обычные люди внимания на архитектуру. Расскажите, в чем особенность Бузулука, потому что знаю, что его называют даже столицей модерна, вот как-то так условно. Потому что, опять же, у нас где-то полгода назад Павел Гнилорыбов был в гостях в пятничном выпуске новостей. Он говорил, оренбуржцы, Бузулук – это флагман ваш архитектурный, все туда, все едем, да, там, осмотрим, знакомимся. Расскажите подробнее все-таки особенности города архитектуры. Ну, каким-то странным образом так получилось, что в Бузулуке сформировалась своя уникальная архитектура деревянного модерна. Именно дерево и именно модерн – это начало 20 века, 14-15 год. Почему так получилось? Ну, есть несколько версий. Возможно, было много, достаточно большое количество австрийских военнопленных у нас в городе, которые привезли свои европейские черты архитектуры, и на нашу почву, на местную, они их положили. И вот так вот эта вся школа сформировалась, как-то варилась она у себя. Я специально ездила, смотрела на такие же домики. В Оренбурге смотрела, везде на близлежащие, там, в радиусе 40-100 километров. Нет ничего такого похожего, и Самары не похожи. Какая-то вот она своя. И в этом есть и уникальность. И уникальность круто то, что ее очень много. Пока еще до 80 изданий сохранилось. То есть это тоже, как в Оренбурге, какой-то исторический центр, да, вот такой костяк? Тридовая застройка, да. То есть это такое вот массовое не один-два домика, как в некоторых городах, а прям массовая идет застройка, которая вот этим и цена. То есть ты погружаешься в атмосферу. Насколько они вот сохранились? Говорите, что 80 домов остались, но в каком они состоянии сегодня в большинстве своих живут? В большинстве, по большей части, всем. Они заброшены без окон, без дверей стоят? Нет, у нас, слава богу, опять же, это жилой город, то есть это жилой центр. И там все дома в хорошем состоянии. То есть они жилые. Есть по многим объектам, где декор уходит, да, со временем, потому что во многих домах бабушки какие-то живут, у них не хватает возможности, нет ресурса сделать кровлю себе, например, да, и вода попадает на декор, и декор рушится. Вот мы именно к таким бабушкам, как правило, приходим, помогаем. Давайте посмотрим небольшое видео, чтобы наши телезрители, да, понимали, если вдруг кто-то не был в Базулуке, как это все выглядит, и почему за это стоит бороться, да, за восстановление, вот чем, в общем-то, и занимаются участники волонтера движения Томс Сэрфест. Продолжение следует... Анна, вот интересный момент. Понимают ли люди, обычные жители, что они живут в таком городе, где действительно, ну, если не уникальное, то необычная, да, какая-то узкая такая архитектура, которую не везде встретишь? Или, что называется, глаз замыливается, и мы ходим, и кажется, что обычно не ценят. Да, замыливается глаз, и четыре года назад, когда я начинала делать Томс Сэрфест, не я, а мы, наша команда, начинали делать его, проекты, то мне говорили люди, да ладно, что здесь смотреть, вот, езжай, хорошая архитектура в Оренбурге, смотри в Самаре, да ладно, что у нас в истории интересного есть, давай там, смотри в Самаре, там-то да, ого-го, а у нас-то ладно, что? Маленький городишко, что у нас здесь, чем нам здесь гордиться? И когда мы начали привозить людей со стороны, к нам стали приезжать и из Самары, и из Оренбурга люди, которые печатали очень много материалов, статей местной прессы, в областных прессах, и даже федералы к нам приезжали, люди тогда подумали, ну, стали смотреть, обращать внимание, да, действительно, что-то у нас есть такое уникальное, но не все, к сожалению, это понимают. Вы всегда это понимали? И как вы вообще решили присоединиться и даже возглавить это движение? Или тоже вот с каким-то, со временем, да, вот в какой-то момент пришло осознание, что это все ценно, и это все нужно спасать? Ну, начнем с того, что я родилась не здесь, а в Владивостоке, да, или выросла там. Это город с очень малым количеством исторической застройки, и я жила просто в обычном спальнике, микрорайоне в каком-то, в котором такая качелька, да, из какой-то железяки, и грибочек поломный был, мы бегали среди бетонных каких-то блоков, игрались там. Мы когда переехали в Владивосток в 90-е годы, в Вузулуга в 90-е годы, и здесь эта вот маленькая уютная застройка с деревянным домиком, которой в Владивостоке нету такой, и мне это очень понравилось. И я еще заканчиваю архитектурный колледж, я техника-архитектор по профессии, я увлекаюсь историей архитектуры, и я понимаю, что это уникальная архитектура, что ее надо спасать. Потому что бывает, что проходишь в начале года одно количество объектов, а в конце года уже их меньше в разы. И я понимала с друзьями своими, что если мы не начнем что-то делать сейчас, то этому все будет конец. Насколько легко найти единомышленников в этом плане? И ваша команда – это вот пара инициативных, активных людей, а остальные приходящие и уходящие? Или у вас действительно вот такая крепкая команда, которая способна горы сворачивать? Очень трудно найти команду, на самом деле, потому что это очень узкая специфика архитектуры. И в Оренбурге, я понимаю, ее не так легко найти, тем более в малом городе. Но есть люди, которые нам помогают, и надеюсь, что с каждым годом их будет больше, и они будут более вовлечены. Вот, кстати, да, потому что за всеми теми проектами, которые Оренбургский с РФС делал, мы следили так или иначе всегда, да, приезжали, снимали, освещали, информационно поддерживали. И очень часто жаловались, что волонтеров нет, и что мы даже через свой сюжет как-то пытались помогать, собирать. Если у нас с населением там почти в 600 тысяч человек не можем забрать волонтеров, то у вас население около 100 тысяч, если я правильно понимаю. Как удается это сделать? Ну, так же их и нету. И там буквально 3-4 человека приходят в сезон, и все очень мало. Но так как надо идти, деваться некуда, мы работаем с хозяевами меньше, или вот этот вот костяк людей, которые есть. Потому что останавливаться нельзя. Быть волонтером там с РФС, это что значит? Это значит, нужно не работать на своей основной работе, вот там несколько, 2-3 месяца, пока вы что-то реставрируете, каждый день приходите там участвовать, или как-то по-другому? По желанию. Кто как хочет. Кто-то приходит один раз покрасить доску, доску, доску нам. Кто-то приходит по выходным, кто-то... Так как много вахтовиков, люди приходят в свободное время у нас, между вахтами. Ну, вообще, после работы люди идут. Если студенты летом, то они, как правило, свободные. Вот парни, студенты приходят, помогают нам. Молодежь. Как правило, откликается молодежь. Я поняла, сделала вывод, что самые активные жители в малых городах – это молодежь, потому что глаза у них еще не зашорены. И все говорят, что у них ничего святого нет, никакого интереса нет. Как правило, вот из своего опыта я поняла, что у молодежи как раз-таки больше внимания к исторической среде. Потому что мы проводим экскурсии, в основном приходят молодые парни, там, от 13 до 17-18 лет. Так что у нас все отлично с будущим нашим. Никаких проблем я не вижу. Знаю, что как раз-таки, чтобы развивать это направление среди молодежи, вы планируете, не знаю, насколько пока в планах или уже к реализации, да, вот-вот приступите в мастерскую специальную открыть. Да, потому что к нам на объект, когда приходят парни какие-то работать, бывает, что они работают инструментом в первый раз вообще. А нам, у нас есть генеральный партнер, который подарил нам огромный набор инструментов. Теперь мы обеспечены вообще вот тут с ног до головы, у нас есть все. И парни приходят, мы им показываем, как пользоваться лобзиком, как пользоваться болгаркой, там, шлифмашинкой. То есть работа руками. И как оказалось, что им это нравится, людям. И вот есть такая мечта или цель, я не знаю, задача сделать столярную мастерскую, чтобы мы собирали наличники, которые есть по городу, очищали их, восстанавливали и либо вешали на здание дальше, либо что-то сделали с ними такой предмет интерьера, там, я не знаю, зеркала, что-то еще такое. И совсем там в больших планах восстанавливать деревянные крылечки, закупать дерево и вырезать с подростками, с детьми, со взрослыми. Использовать в натуре. Насколько это реалистичный проект? Сколько это стоит? Или здесь не в деньгах вопрос? Надо только помещение. Все. Мне не хватает только помещения, где можно было вырезать. Ну и несколько досок. Вы обращались куда-то в администрацию? Нет, пока еще нет. Нет, потому что я не знаю, как это с юридической стороны все сделать, потому что, естественно, у меня там педообразования нету, и имею ли я право работать с подростками, как это все организовать, чтобы было безопасно. Наверное, можно сказать нашим телезрителям, что если вдруг они хотят присоединиться к реализации этого проекта, если кто-то поможет помещению в Бузулуке, или может быть как раз-таки юридической какой-то помощью, чтобы понять, как это все организационно сделать, оформить, то вы можете связаться с Анной и ее контактами на ваших экранах. Вот, кстати говоря, про деньги. Интересный вопрос тоже, чтобы это реализовать. Нужны в любом случае какие-то средства. И на здания, на те работы, которые вы в течение сезона реставрационной проводите, где вы берете деньги, как правило? И сколько это стоит? Мы стараемся с деньгами не связываться, потому что у нас, к сожалению, люди сразу считают, что если ты занимаешься благотворительностью, и имеешь дело до денег... То что ты в карман себе кладешь обязательно. Поэтому я вообще максимально не перетрагиваюсь к деньгам. Все работы, которые у нас тут на объекте, они сразу идут к заказчикам. То есть если мы заказываем через фонд «Внимание» какие-то двери, декор, то деньги идут сразу к подрядчику, исполнителю, тому человеку, который их вырезает и монтирует. Если мы собирали деньги на деревянные окна, то деньги сразу шли туда, поставщикам. То есть не через вас? Нет, также сразу краску привозили, опять же, не деньгами. Единственное, нам Иван Иванович Дикман, наш другой любимый партнер, помогал, давал деньги на приезд иностранных волонтеров. 25 тысяч ему дал. И нам пришлось еще своих денег уложить, потому что не хватило их. Мы хотели там на широкую ногу русскую душу показать им. Возили по Бору, возили... Вот, кстати, да, расскажите об этом тоже интересно, потому что, знаешь, что в прошлом году впервые, или уже даже не первый раз вы привлекали иностранных волонтеров. И это что для вас, как для движения? Это какая-то статусность, что, да, смотрите, у нас иностранные волонтеры. Или где-то, может быть, какой-то другой взгляд. Помощь какая-то эксклюзивная в какой-то степени, да, что у них у другого... Они очень, кстати, много работали. Приезжали на неделю к нам. Две мексиканки, французы и китаянка девушка. И очень много работали, неделю были. Мы им показали весь наш город. Мне было интересно со стороны посмотреть, то есть посмотреть, как люди с другого государства, с других континентов реагируют на Бузулук. Вообще понравится им или нет. То есть как бы так еще промониторить, прощупать, можно ли интерес, интересно, показывать им. Ну как, вот понятно, что ради чисто в Бузулу кто-то из Франции не поедет. Но, в принципе, мы сделали очень интересную программу. У нас есть казаки, парень, который показывал рубку шашкой. И француз Тома, он был просто в восторге. Оказывается, он любит этих лошадей, любит казаков. У него была мечта увидеть табун лошадей. А мы повезли как раз в Култубанку, в поле вывезли. И там гулял табун с лошадками. Накрыли столик, где были козье молоко и кумыс. И вот так вот ковыль колышется. Там бузулук с кембур. Живописненько. Очень живописно. Тут желтеют поля подсолнухов. Еще у нас парень включил песни любые. «Выйду я в поле с конем». Мы там чуть сами от патриотизма не расплакались. И он говорит, ну блин, я сейчас перееду сюда жить, потому что реально очень круто было. Знаешь, что в 2019 году у вас еще был проект «Школа красоты», если я правильное название помню. Что это значит? Потому что подписано на вашу группу ВКонтакте. Там были красивые бабушки, красивые женщины и красивые здания. В чем был смысл, затея и для чего его проводили? Мы выиграли грант на фонду Тимченко, активное поколение. 100 тысяч рублей он был, кстати, про деньги. Каждую копейку мы отчитали, все честно. И мы подумали, что раз у нас красивые дома, то наши жительницы, они и так, конечно, красивые, но раз мы приводим в порядок дома, давайте поможем показать женщинам, как можно привести в порядок себя. Вот сейчас могут немного обидеться некоторые женщины, феминистские нас обижались. Мы же не говорим, что вы сейчас некрасивы. Мы дали им опыт того, какая-то из женщин у нас делала вообще в первый раз макияж. Она никогда раньше не делала. Она говорит, я себя даже не узнаю. Никакого такого не делала. Мы позвали стилиста из Тольятти, которая подобрала им образ, и помогла с учетом выреза. Просто ты одеваешь немножко другой вырез, и ты уже меняешься внешне. Ну почему бы не сделать? Так и каждой подарили по комплекту одежды и сделали фотосессию. Для многих женщин это был такой очень хороший опыт. Кто-то потом сдружился, дальше стали общаться, и теперь продолжаются. В чем здесь идеология с точки зрения архитектуры? Спасение архитектуры? Мы хозяйку домов. Снимали хозяев тех домов, которые мы восстанавливали. То есть мы показали, что у красоты нет возраста, во-первых. Что это женщина, Нелли Ивановна, наша звезда, которую после того, как мы сделали этот проект, просто про нее написали вообще все федеральные СМИ. И она стала у нас звезда. И там по Оренбургской области точно. К ней теперь из Самары приезжают специально смотреть, знакомиться с ней люди. 77 лет женщине. Она просто вообще звезда. Пример всем нам. Давайте поговорим про Оренбург. Вы когда приезжаете из Бузлука в Оренбург, наверное, не так часто, потому что расстояние все-таки серьезное, значительное достаточно. Вы что видите с точки зрения архитектуры? У вас какие эмоции, представления, возникают, мысли? Ну, пока она еще сохранная. Очень интересная архитектура. То есть ее очень много. Мало городов осталось, где остались целые улицы-застройки, в которых можно было бы ходить и погружаться в эту атмосферу. Это можно было бы использовать. Но понятно, что очень большие вложения нужны сюда, чтобы сделать что-то такое интересное обывателю, простому обывателю. Ладно, я оценитель архитектуры. Я пойду куда угодно. Вообще мне без разницы, там, какая-нибудь деревня заброшенная или что-то еще. Я просто люблю эти дома. Для меня неважна инфраструктура и среда. Я поеду смотреть в любом случае. Но какой-нибудь обыватель, если бы это обернуть и сделать конфеткой, то он бы наверняка поехал. В чем здесь разница, может быть, по подходам к Оренбургской архитектуре и Бузлукской архитектуре? Потому что, насколько я понимаю, у вас все эти домики старинные, еще в них живут люди, они в нормальном состоянии. А у нас мы очень много в эфирах говорим в своих выпусках новостей, что спасите нашу архитектуру, помогите нашему историческому центру, потому что он разваливается на глазах, и бог знает, сколько осталось ему вообще существовать. Почему так происходит? Мы вроде бы на одной... Масштабы разные. Разные масштабы. Оренбург все-таки большой город. Бузлук-то меньше в пять раз. Как минимум в пять раз. Только это. Масштабы разные. И у вас больше жителей в домах. То есть один дом, и там сколько в квартирах проживает человек, семей, сколько. Дома в хорошем состоянии, их никто не расселит. Это не ветхое жилье. Это в хорошем состоянии. Квартиры, дома, которые там еще простоят очень много лет. Просто у нас вот как раз-таки одна из проблем в том, что в рамках программы попали многие эти старинные красивые домики, из них выселили, и они, получается, сейчас уже там год, два, три без жильцов живут, и, естественно, на пользу это им не идет. А по-вашему, как должна относиться власть к этому, ко всему? И какой подход у вашей городской администрации? Они вам помогают. А у вас нейтралитет с ними. И в целом, не только в рамках там Суэрфеста, а вообще отношение к городской архитектуре. Насколько для Бзулгской администрации это важно? У нас меньше масштаб, опять же. И это те дома, которые есть, они все живые. Там нет проблем таких, как у вас. Это не ветхое жилье, еще раз повторюсь. В этом разница. У вас совсем другая ситуация, у нас совсем другая ситуация. У нас даже другая ситуация с Самарой, в которой эти деревянные домики, в которых люди живут, они мечтают оттуда уехать, потому что у многих нет туалета. А здесь комфортное жилье. Есть туалеты, есть душевые кабины. То есть ты живешь, и люди держатся за них, потому что тут же есть тебе и огород, ты можешь выйти. И если человек хоть раз жил в квартире, в доме своем, он вряд ли захочет переезжать в квартиру. Есть, конечно, отдельные какие-нибудь старенькие бабушки совсем, но большинство людей скажут, нет, нам это не надо, зачем? У нас есть... Мы вышли в свой огород, что-то сделали, хотим, ходим в халате в каком-нибудь по двору, хотим, что хотим, то и делаем. Хочем, хотим, загораем, хотим, не загораем. Жилье, частный дом и квартира – это совсем разные вещи. Если говорить про Томсуэрфест в Оренбурге, у нас тоже несколько... Да, есть хороший опыт, несколько домов мы отреставрировали, и они радуют глаз. Но насколько я понимаю, что с 2020 года, вот в этом сезоне, во всяком случае, в планах нет никакой реставрации. Насколько здесь вы связаны, общаетесь между собой, поддерживаете друг друга как проекты. И известно ли вам что-то о идеях, планах, может быть, кого-то пришлют нам откуда-нибудь из другого, я не знаю, города или нет. Должна ваша инициатива быть. Ну, значит, для Оренбурга пока это не острая задача. Для Бзулука она тоже не острая задача стоит. Поэтому у нас не так много волонтеров. Вот в Самаре это очень остро воспринимается, поэтому там огромное количество волонтеров приходят на объекты. Это очень остро воспринимается в Казани, потому что они вообще за свою идентичность радеют, не знаю, как. Они собирают там толпы людей, они не знают, куда деваться от своих волонтеров. Потому что для них важно сохранить то, что есть свое. Получается, что у нас вот пока в головах у людей нет осознания, поэтому у нас проект приостанавливается. Да, у нас в Бзулуке есть проекты, которые собирают более успешные. Те темы, которые волнуют большее количество людей, это эко-волонтеры, у них прям очень хорошо идет движение. Это, в принципе, сейчас вообще популярный тренд. Острая тема, ну, острая для всех. Может быть, посадка деревьев, да. Сейчас я пытаюсь создать сообщество, не пытаюсь объединить людей, чтобы мы все вместе после Рябины в Аллее шепутинского занимались дальше посадками деревьев. Темы более востребованные, что ли, более острые. Но к архитектуре тоже чуть получше меняется отношение. А у вас тоже на страничке вашего проекта ВКонтакте увидела новость о том, что Минкульт предлагает или уже вроде бы одобрил инициативу того, чтобы волонтеры могли работать с объектами культурного наследия. Потому что, да, стоит отметить, что все те здания, которые в рамках Томсерфест облагораживаются, да, приобретают новый вид, это просто ценная застройка, да, а не со статусом объектов. Это для вас хорошая новость? Это дает вам какие-то дополнительные возможности? Вообще ничего нам это не дают, потому что по закону мы имеем право работать только под контролем аккредитованного реставратора. С объектами культурного наследия? Да, да, с объектами культурного наследия. И там и то определенный вид работ. Мы можем убирать мусор, может быть, очищать стены и делать укрепление, по-моему, да, какое-то... Нет, консервацию пока еще не внесли, кажется. Но так как реставратор должен приехать к нам на весь период строительства, и, естественно, я когда спрашивала у людей в Минкульте, как вообще это должно происходить, они говорят, ну, может быть, кто-то захочет приехать добровольно. Пока я не представляю человека, который бы захотел на месяц приехать в Бузулук добровольно провести время. Бесплатно работать? Бесплатно, да. Оплатить, ну, чем тогда это отличается от реставрации, от обычной. А какая позиция здесь, получается, у Минкульта? Они надеются, что возрастет число таких? В крупных городах, для крупных городов это прям реально выход. В Самаре, там, Саратов. То есть, где есть свои, да, архитекторы с этим статусом реставраторы? В Казани они уже делали городу. А Оренбург, вот, в этой градации не крупный тоже город? Или у нас есть свое сообщество? Нет, у вас есть реставраторы, да, есть, которые могут сделать проект под их контролем. Но, опять же, надо их заинтересовать, надо, чтобы они горели так же и делали бесплатно, приходили, работали. Вот в Казани это и в Самаре это происходит. Потому что, я вот еще повторюсь, они очень сильно радеют своей идентичности. Хочется поговорить про туристический потенциал. Вот с тем временем, когда Томс РФС существует, в Бузулуке, работаете, вы преображаете здание, что-то изменилось? И насколько, по-вашему, маленький, обычный провинциальный город, может быть, не обычный, но маленький провинциальный, может стать, да, таким точкой притяжения туристов со всей России, например, или, может быть, даже каких-то иностранных? У меня всегда перед глазами пример Коломны, которая, конечно, на Подмосковье. Конечно, там огромнейший поток туристов и, конечно, подмосковные бюджеты совсем другие, но они смогли сделать этот вот небольшой локальный свой Кремль, который есть их, Коломенский Кремль, и из него сделали просто там конфетка. Туда приходишь, смотришь и восторгаешься, и думаешь, ну почему вся остальная Россия не такая? Все остальные маленькие города у нас в стране. Так что примеры есть. И в моей голове, и в голове наших ребят примерно такое же. Мы бы хотели видеть такой вот красивой восстановленной улицы, замощенные дорожки, какие-нибудь переодетые, может быть, полицейские. Людям было бы много музейчиков, много частного небольшого бизнеса, кафешек. Люди бы ходили, смотрели, покупали это все. Это же и большая прибыль для города, и только плюсы. Да, но понятно, что там огромнейшие потоки, то есть там автобусы приезжают, потому что Москва – это сколько? 14 миллионов людей, которым нечем заняться по выходным, и они думают, куда поехать. Мы такие потоки вряд ли сгенерируем. Ну, поменьше, может быть, они могли бы быть. Меня что радует, что после того, как мы начали, возьму на себя, ладно, когда начинали томсорфест, мы вот этот интерес к исторической среде возобновили. У нас восстановили наши местные бизнесмены. Четвертое здание восстанавливается, и почти все из них наполняются объектом, вот этим кафешками. И прямо сейчас очень бурный рост кафешек происходит. Есть кафе с домашней кухней, там, десерты. В париных этих домиках. В исторических, да, особнячках. И бар «Киселев» в честь нашего старого купца открылся, который очень большой популярностью пользуется. У нас даже ресторан с устрицами есть. Ты можешь приехать поесть устрицы. Теперь скоро, я думаю, что в этом году уже ведется еще один ресторан, который восстановленной водонасосной станцией будет. Он очень красивый, псевдоготический такой стиль, очень. И человек, который останавливает, он хочет сделать там полноценный творческий кластер, чтобы были зоны творчества для детей, детские площадки, чтобы ты мог туда прийти, что-то поделать руками. То есть, ну, как вот Москва, я не знаю, Питер. Как здорово. Да, и то есть инфраструктура создается. Есть ресторанчики, есть кафешки, есть гостиницы, которые начинаются от 380 рублей, то есть совсем бюджетные, и заканчиваемые 5 тысячами. А есть понимание, вот они на каких основаниях, на каких условиях предприниматели эти домики берут? Они их выкупают. Выкупают в собственность? Да. Просто почему спрашиваю, опять же, да, у нас одним из вариантов спасения старинных зданий была программа аренды за рубль, которая предполагала, да, что здания, которые могут туристический потенциал в том числе, да, и вот внешне очень красиво и привлекательно в плохом состоянии, на льготных, так скажем, условиях для предпринимателей тоже выдаваться, чтобы они там что-то делали, открывали. Но, насколько я понимаю, статистика говорит, что не пошло. И у нас сейчас вот только, наверное, несколько зданий задействовано, опять же, там, может быть, не в рамках программ, но, опять же, берут только те, которые в хорошем состоянии, куда не нужно больших вложений. А у вас, опять же, с этим лучше. Но, опять же, масштаб. У нас восстановили 4 здания. 4 здания для Оренбурга – это одна сумма, а для Бузулука – это ого-го сколько, да, это уже почти там одна какая-то часть центра. И, ну, я как поняла, не совсем доверяют предпринимателей вот этой программе «Аренда за рубль», потому что были ситуации, когда парень взял в аренду за рубль, а потом что-то там случилось, он уже вложил свои деньги, его выселили. Ну, не у нас, это в Уфе, по-моему, в другом городе. И они это понимают, ну, может быть, подсознательно боятся и стараются лучше выкупать здания. И, слава богу, вот про администрацию мы говорили, у нас администрация все это понимает. И они тоже радеют за сохранение города, чтобы он развивался. Вот дом, в котором несколько кафешек появилось, там планировалась вообще парковка должна была быть. Но его купил предприниматель, вложил огромные деньги туда, для нас, опять же, огромные для Бузулука. И сделал крутое место. Теперь там собираются постоянно толпы людей, и место проходное. Он доволен, выкупил потом еще одно здание. И ему прибыль хорошо, да, и дом сохранили, и городу хорошо. Что бы вы могли сказать оренбуржцам, которые, как говорим, как и базулучане, наверное, часто ходят, не замечают всей красоты города, всей красоты ценной застройки. И как нам вот сгенерировать свои силы и средства, по-вашему, чтобы хоть как-то изменить ситуацию и улучшать ее? Это контакт с властью, бесконечное обивание порогов, или все-таки в головах людей что-то менять? Я думаю, что если был бы запрос от людей, то власть бы тоже поняла то, что это надо сохранять. Потому что, раз людям не интересно, как говорят, если ты молчишь, тебя не слышат. Если бы люди больше говорили, обсуждали эти вопросы в местных пабликах ваших, и если бы власть и администрация поняла, что это реально интересно, то есть это реально волнует людей, может быть, тогда они более внимания бы уделили людям. Потому что я понимаю, и администрация, это балласт с их стороны, да, это готово... Огромные деньги нужно выделять, где-то брать. Ну, по-вашему, реально развить потенциал, да, в городах Оренбургской области, в том числе и Безулка, до такого центра туристического, который действительно может войти в такую своеобразную вот карту, например, от Адже Гнилорыбов приезжал, да, рассказывал, что вот такие города, такие классные здания, они туда все приезжают, все их любят. Ну, господи, в Пизу приезжайте посмотреть на падающую башню. Все, что смотреть? Ну, просто падает башня, и все, ну, почему? Тут из чего угодно можно сделать. Оренбургская ледка, та же самая, да, вполне достойно стать... Какие-то другие объекты. Мне все время рассказывают случаи про какую-то немецкую деревушку, в котором когда-то один раз заезжал Петр Первый, что-то там порубил молотком, и местные стали развивать эту тему, они приезжают, когда к ним приезжают какие-то делегации, особенно русские, они всех возят, а ее в нашу Путина возили, кто показывали, и стали развивать такой местный центр ремесленничества, и туда стали приезжать люди, и вот это вот стало стимулом для развития города. Так что все возможно, только захотеть. Иногда надо очень сильно захотеть, чтобы стало возможно. Спасибо, у нас в гостях была Анна Мельникова, координатор движения Tom Sawyer Fest в Базылуке. Мы желаем вам, чтобы это сезон тоже для вас очень плодотворно прошел, и еще какой-то дом, да, заиграл новыми красками, и радовало местных жителей. Вы смотрели пятничный выпуск новостей. Меня зовут Наталья Богданова. Всего вам доброго. Оставайтесь на ЮТВ.